МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Четыре месяца без зарплаты. Чуваш Автотранс задолжал чебоксарским работникам 37 миллионов рублей. 158, 275, 340 или 500. За круглым столом обсуждают тарифы на вывоз ТБО. Собственные платоны и нефтоны. Сегодня день российской науки. Вот уже четыре месяца водители, кондукторы и диспетчеры чебоксарского филиала Чуваш Автотранс работают на голом энтузиазме. Надержки выплаты зарплаты здесь, увы, не редкость. В последнее время сменилось несколько руководителей. Глава республики и правительство контролируют ситуацию, сложившуюся на предприятии, являющемся когда-то самым крупным перевозчиком. Буквально на днях Михаил Игнатьев поручил министерству разработать план по выходу предприятия из кризиса. Однако сегодня автобусы не вышли на чебоксарские маршруты. Люди требуют погасить задолженность по зарплате. На чебоксарских улицах сегодня автобусов практически не встретить. Зато здесь, в гараже чебоксарского ПАДП, их стоят десятки. В диспетчерской около 200 сотрудников предприятия, которые ждут решения наболевшего вопроса. Сами подумайте, вы если четыре месяца не будете зарплату получать, начнешь жить, квартплату, коммунальные услуги, всякие-всякие прочее. С утра пораньше выходишь, вечером приходишь, но в итоге без зарплаты. Семья-то ждет дома, дети тоже хотят. А чиновники-то своевременно зарплату получают. Мы в чем виноваты? Если с утра в чебоксарах на все маршруты вышли 9 автобусов, то после обеда остался всего один. Пассажиры, наверное, заметили отсутствие? Конечно, заметили. Все недовольные. Налетели. Я как будто кондуктор виноват, водитель. Меры финансового оздоровления Чуваш-Автотранса правительством предпринимались неоднократно. Предприятие получало средства и на погашение задолженности, и на обновление автопарка, и на компенсацию выпадающих доходов, связанных с перевозкой льготников. Устав от постоянного безденежья, работники ищут другую работу. С начала года заявление написали около 50 человек. Остальные не хотят менять профессию, но и работать без денег тоже не могут. Когда дадут зарплату, мы в ту же минуту можем приступить к работе. У нас автобусы исправные. Приступить к работе можем в любую секунду. Чебоксарский филиал не единственный, который находится в сложном финансовом положении. Схожая ситуация и в Новочебоксарске. А цивильские, ядринские и юрмарские филиалы уже закрылись. Общая сумма задолженности по зарплате только в Чебоксарах – около 37 миллионов рублей. Понятно, что эту сумму невозможно выплатить в сию секунду. Но какой-то шаг в решении этой проблемы должен быть сделан. И вот, после обеда, наконец, на предприятие пришел официальный ответ Минтранса. Поэтапное выделение субсидий на погашение упомянутой задолженности по итогам утверждения нормативных правовых актов ожидается не позднее 20 февраля 2017 года. То же самое, что утром было. Решение проблемы было найдено сегодня. В Доме правительства прошла трехсторонняя комиссия. Чуваш Автотрансу на погашение задолженности перед работниками будет выделена субсидия из бюджета. Вчера и сегодня с утра я выезжал на предприятие Чебоксарское ПТП. Провели мы беседу с работниками предприятия. Да, конечно, сегодня на данных предприятиях перед работниками имеется задолженность по заработной плате. Но мы полагаем, что в ближайшее время нам удастся принять решение, которое нам позволит погасить часть задолженности по заработной плате. Мы полагаем, что с завтрашнего дня работа данных предприятий стабилизируется. Назначен полномочный представитель Чувашской Республики при президенте Российской Федерации. Им стал Юрий Акиншин. До недавнего времени работал в органах власти Ставропольского края в федеральных структурах. В частности, был советником министра экономического развития России. Рассчитываю на вас, что с первых дней уже начнете свою работу и будете, выполняя свои функциональные обязанности по компетенции, работать на общий результат во благо Чувашской Республики. Рассчитываю на то, что еще лучше у нас будут выстроены отношения в целом кабинета министров с федеральными органами государственной власти, другими ведомствами. Силы, чтобы оправдать ваше доверие и сделать все для того, чтобы наша республика и наша земля процветала. Какие средства направят на капитальный ремонт многоквартирных домов и реконструкцию дорог? Сегодня эти вопросы обсуждали на заседании кабинета министров. Члены правительства утвердили проекты распределения субсидий из бюджета. Как исполняются поручения главы, озвученные в послании Госсовету, будет контролировать специальная рабочая группа. Члены правительства утвердили комплексный план действий. В этом документе расписаны сроки реализации приоритетных проектов. Предусматриваются мероприятия по созданию межрегионального центра ядерной медицины, строительству многопрофильной поликлиники центральной городской больницы, поликлиники в микрорайоне Новый город. Продолжится программа реконструкции и обновления школ, строительства дошкольных учреждений. В текущем году предусматривается ввод среднеобщеобразовательной школы на тысячу мест в городе Цивильск. Запланирована разработка программы развития хмелеводства, создание базового центра оригинального семеноводства картофеля. В этом году республике предстоит реализовать и масштабный план капитального ремонта домов. На счету регионального оператора уже накопилось более одного миллиарда рублей. Все средства должны быть использованы во благо жителей многоквартирных домов, потому что это их средства. Наша задача трансформировать правильно, провести свое время на торге, подготовить качественную конкурсную документацию, и чтобы больше красивых домов были, которые изменят свой облип. В республике продолжается и программа по модернизации гидротехнических комплексов. В этом году намерены отремонтировать два объекта в Батыревском и Козловском районах. Предусмотрено выделение субсидий на проведение мероприятий в рамках федеральной целевой программы развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации для Чувашской республики в объеме 15 504 800 000 рублей, которые будут направлены в бюджеты муниципальных районов. Более 100 миллионов рублей планируется направить на строительство и реконструкцию муниципальных дорог. В бюджеты районов субсидии поступят в ближайшее время. Всего же в этом году объем дорожного фонда превысил 5 миллиардов. Глава республики отметил, что таких инвестиций на развитие транспортной сети не направляли никогда. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Судьба бесплатной приватизации жилья решилась сегодня. Точку в этом вопросе поставили депутаты Госдум России. Государственная дума на своем заседании единогласно приняла во втором чтении законопроект, который устанавливает бессрочный характер приватизации жилых помещений. И каких-либо ограничений по срокам теперь не будет. Напомню, 1 марта должен был истечь срок бесплатной приватизации жилья. И в тексте первого чтения предусматривалось продление бесплатной приватизации до 2020 года только для отдельных категорий граждан. Это, например, для крымчан, для тех граждан, кто подлежал переселению из аварийных домов, для детей-сирот. Но к нам стали поступать обращения от других категорий граждан, которые не успели или не смогли по разным причинам приватизировать свое жилье. И попросили нас продлить срок этой приватизации. К примеру, значительная часть граждан, которые живут в аварийном или ветхом жилье и ждут расселения после 1 марта 2017 года, они, получается, будут в неравном положении по сравнению с теми, кто получил и смог приватизировать жилье до этой даты. И окончательное решение в этом вопросе принял Дмитрий Медведев. Он, в частности, предложил вообще продлить бесплатную приватизацию для всех категорий граждан на все время. Чувашская Уфа теряет репутацию. Статья с таким названием была опубликована накануне на страницах одной из популярных газет. Журналисты усомнились в компетенции действий антимонопольщиков и выяснили, что многие претензии регионального ведомства оказались необоснованными. Реализация каких проектов была отложена из-за проверок антимонопольной службы. Своё собственное расследование провела наша съемочная группа. Заслуженный врач Валентина Телина рассказывает, насколько столице республики необходима новая поликлиника. Она должна расположиться в самом центре Чебоксара, на проспекте Ленина. Проект реконструкции здания уже разработан. Здесь планируют оказывать не только первичную медицинскую помощь. В новом корпусе откроется и диагностическое отделение. У нас один диагностический центр в республике есть, но мало его для всего населения республики, а у города ничего нет. Поэтому открытие вот этой поликлиники с диагностическим отделением позволило бы населению Ленинского района и всего города получать необходимые диагностические услуги, вплоть до компьютерного томографа, рентгеновского отделения с самым современным оборудованием. Немаловажно, что на базе этой поликлиники планируется открыть женскую консультацию. На сегодняшний день, опять же, Ленинский район свои женские консультации не имеют. Но к строительству современной поликлиники могла приступить компания с сомнительной репутацией. Члены аукционной комиссии отказались подписывать контракт. Начать необходимо диагностировать до компьютерного рентгеновского отделения с самым современным оборудованием. Немаловажно, что на базе планируется открыть женскую консультацию. На сегодняшний день, опять же, Ленинский район на поликлинике могла приступить компания с сомнительной репутацией. Члены аукционной комиссии отказались подписывать контракт. Начать необходимо диагностировать до компьютерного рентгеновского. Репутация не имеют. Отделение самым современным. Будущее стоимости строительства, то есть экономия бюджетных средств. И это правильно. Но смотрите, что происходит. Ведь порой заявляются такие компании, которые идут по принципу, лишь бы выиграть. Тем самым они снижают до такого уровня стоимость будущего объекта. Сами того не понимая, а выложатся они в эту стоимость. Наличие суденных споров за должности по налогам, по зарплате должно автоматически исключать участника из аукциона. Потому что, безусловно, любого заказчика, кто бы не проводил тендер, это у нас с вами бюджет, он должен быть уверен, что объект построится, во-первых, в оговоренные сроки и, конечно, в оговоренные суммы. Долгое время в республиканском УФАС разбирались и с завышением стоимости вывоза мусора. На компанию, которая обслуживает полигон ТБО, было заведено антимонопольное дело. Но в результате в арбитражных судах Чувашия и Волговятского округа признали это решение незаконным. Разбирательство в отношении управления отходами прекратилось. Руководитель компании отмечает, было потеряно драгоценное для работы время. Юрий Малов подсчитал, что на запросы УФАС отправили более 6 тысяч страниц документов. Причем они чаще всего повторялись из раза в раз. Это для нас несколько удивительно, на самом деле. Ведь федеральные органы созданы для того, чтобы помогать в работе всех, в том числе инвесторов. В данной ситуации даже позиция, причем Чувашского УФАС, она крайне расходилась с позиции УФАС по Российской Федерации. На сегодняшний день ни одного судебной тяжбы не проиграна проблемами отходами с управлением Федеральной антимонопольной службы Чувашской республики. В то же время федеральные эксперты называют полигон ТБО одной из лучших практик страны и рекомендуют тиражировать в других регионах. Это комплекс один. Планируется, есть программа и второй очереди. И в республике программа с утилизацией мусора будет решена. При таком финансировании, вы про тот полигон забудете, та программа реализации, этот чистый город, по-моему, она называется, она будет реализована. В УФАС проигрывали и другие дела. Авторы статьи отмечают, что вместо защиты прозрачных отношений между субъектами в региональном ведомстве используют свои полномочия как оружие в недобросовестной конкурентной борьбе. Родион Архипов, Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин, Андрей Шоклев. Республика. 158, 275, 340 или 500. Вопрос, сколько рублей мы будем платить за вывоз одного кубического метра мусора? Начиная с февраля волнует практически всех жителей Чувашии. Участники круглого стола, в числе которых министры, транспортники, главы администрации городов, руководители предприятий, решали, какую именно плату необходимо установить на услуги по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов. Мнение участников круглого стола о том, сколько должен каждый житель республики платить за сбор, вывоз и утилизацию ТКО, разделились. Предприятия-транспортировщики предлагают свои услуги по единой цене 500 рублей за кубический метр и обосновывают ее утверждением новых тарифов на утилизацию ТБО. По расчетам, произведенным государственной службой по тарифам Чувашии, получается другая сумма – 268 рублей за кубический метр. Такая цена была предложена после анализа фактических данных по объемам ТБО в городе Чебоксары. А министрой Чувашии, основываясь на нормах накопления ТБО в жилых домах, в свою очередь предлагает 340 рублей за кубический метр. У городских властей на этот счет свое мнение. Вообще есть три варианта подхода к расчету этой цифры. Первое – это фактические данные, которые представило спецавтохозяйство по итогам прошлого года. Один куб будет стоить 158 рублей. Это первый самый дешевый вариант. Дальше. У нас есть норма накопления на одного проживающего. Составляет она 2,02 куба в год или 215 килограмм в год. Исходя из этого, один куб будет стоить 219 рублей. Третий вариант – это территориальная схема по обращению с отходами. Один куб будет стоить 275 рублей. Итого имеем три цифры – 158, 219 и 275. Какую цифру мы должны применить? Вот в чем вопрос. Вопрос должен решиться после того, как республиканская служба по тарифам проанализирует все документы и рассмотрит предложения всех заинтересованных сторон. Перевозчикам необходимо сегодня представить в орган регулирования все свои затраты, обосновать, каким образом сегодня произойдет изменение услуги по сбору, вывозу. Про утилизацию мы уже говорим. Утилизация сегодня тариф орган регулирования установлена, она обозначена. Нужно определиться только с параметрами, какие коэффициенты применять для того, чтобы начислять это управляющим компаниям. По итогам анализа всех представленных материалов, обосновав каждую статью, мы собираемся еще раз, проведем еще один круглый стол и уже определимся с конечной ценой. Напомню, с 1 января 2017 года услуга по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов из жилищной перешла в коммунальную. В новых платежках она идет отдельной строкой. До этого эти расходы учитывались в строке «Содержание и ремонт жилого помещения». Размер тарифов теперь будет зависеть от региональных операторов. Кроме этого, изменится и система начисления сборов. Ранее оплата за вывоз мусора исчислялась в квадратных метрах, а теперь будет зависеть от количества проживающих в квартире. Галина Титарчук, Сергей Айдушкин, Андрей Шоклев, Республика. Глава Республики Михаил Игнатьев обсудил с руководителем Московского автомобильно-дорожного университета работу Чебоксарского филиала и перспективы трудоустройства его выпускников. Говорили о строительстве, проектировании дорог, новых технологиях. Но все это невозможно реализовать без высококвалифицированных кадров. Я увидел, что у нас здесь есть хороший потенциал для такого опережающего сотрудничества в наших областях. Понятно, нас волнует вопрос физики, о чем мы сегодня обсуждали, поскольку физика является для подготовки наших специалистов базовой. И от уровня знаний в области физики в конечном итоге зависит и уровень наших выпускников. Хорошая перспектива открывается для ребят, которые решили связать свою жизнь с инженерными специальностями. Возможности для непрерывного технического образования в республике уже созданы. Реализованы такие программы, как детский технопарк, инженерные классы в школах, технические кружки в учреждениях дополнительного образования. Важно, чтобы этот ресурс работал на благо Чувашии, отметил глава республики. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня день российской науки. Праздник полета мысли и здоровых амбиций. Михаил Ломоносов в свое время писал, что может собственных платонов и быстрых разумов нефтонов российская земля рождать. Сегодня в Чувашии наградили участников конкурса лучший молодой ученый. Герой нашего следующего сюжета, заведующий кафедры Чебоксарского филиала Московского политехнического университета Денис Федоров, признан победителем. Благодаря школьной программе большинство из нас при слове ученый представляет портрет почтенного седого старца с отсутствующим взглядом в рамки из формул или труднопроизносимых слов. Но современные молодые ученые совсем другие. Когда мы с папой купили наш первый автомобиль, у нас в деревне просто-напросто не было дороги, была проселка. Прошел дождь и однажды мы с ним очень сильно застряли. Вышли, я толкаю, толкаю и смотрю, одно колесо оно крутится, другое не крутится. И вот резко у меня, вот я даже у папы спрашиваю, папа, а почему такая ситуация? Почему одно колесо крутится, другое не крутится? Если бы оно крутилось, тогда мы бы сейчас выехали. И вот он говорит, вот пойдешь учиться, как раз тогда вот вставал вопрос, куда же пойти учиться, что выбрать, какое направление. Денис Федоров несколько лет мечтал посостязаться с коллегами из других вузов в техническом творчестве. Но необходимо было выполнить ряд условий, НИОКР, статьи, патенты, ученая степень. Как только защитил кандидатскую, сразу подал документы на участие в конкурсе лучшей молодой ученой Чуваши. Свою научную работу Денис посвятил разработке технологии почвозащитного земледелия. В своих исследованиях работал над снижением энергозатрат на обработку почвы с помощью ротационного плуга. Все, чем мы занимались на протяжении этих 8 лет, после обучения в данном институте, наконец-то нашло призвание. И для меня было это очень отрадно. И после этого я понял, что нельзя останавливаться, надо двигаться вперед, нужно... Говорят, гениями не рождаются-становятся. Насколько это утверждение верно, еще предстоит выяснить путем научных изысканий. Пока же определенно можно сказать, если поддерживать человека в исследовательских устремлениях, он может стать настоящим ученым. Елена Гальперина, Дина Кустова, Сергей Адушкин. Республика. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы Республика. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова